Если ты можешь ставить банку свои условия, значит его баланс хуже, чем твой. А у банка российский кредитбаланс был настолько плох, что он потерял лицензию. Центробанк отозвал ее, считая, что банк проводил высокорискованную кредитную политику. Как говорится в сообщении регулятора, решение принято в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. При этом банк предоставлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Также права на работу лишились АМБ-банк и М-банк. Все три учреждения были участниками системы страхования вкладов. Это означает, что частные вкладчики смогут вернуть вложенные средства, сумма которых не превышает 1 миллион 400 тысяч рублей. Российская экономика перейдет к росту к концу 2015-го, началу 2016-го года. Об этом заявил аж сам премьер-министр. Разумеется, рост не будет фантастическим, но уже можно будет решать некоторые экономические задачи. По словам председателя правительства, до введения санкций российская экономика росла с той же скоростью, что и экономика Евросоюза. Однако факторы ее падения преодолимы. Да, всего лишь надо разобраться с рядом важных моментов, которые уже лет 20 не трогали, и все будет нормально. В Госдуму поступило предложение установить верхнюю ценовую границу стоимости авиабилета эконом-класса. Этакое госрегулирование цен, которое не коснется билетов других классов. Между прочим, ФАС давно пытается разобраться с некоторыми принципами тарифообразования в авиации. По идее, такая мера не нарушит рыночной конкуренции между авиаперевозчиками, а с другой стороны защитит пассажиров от вынужденной покупки слишком дорогого билета. Боюсь, что тут как с бензином получится. Борьба идет, бензин дорожает. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ опустился до отметки 1590 пунктов. Среди лидеров роста – полюс золота, НМТП, полиметалл, дикси и московская биржа. Лидеры падения, Русал, группа ПИК, ТМК, ФОС, Агро, МТС, Башнефть и Мечел. Снижение на российском рынке происходит на фоне падения фьючерсов на нефть. Торги в пятницу в Европе и США завершились в красной зоне. Азиатские рынки также показывают негативную динамику. Курс доллара на 27 июля – 58,03 рубля. Курс евро – 63,60 рубля. Золото стоит 2022 рубля за грамм. Серебро стоит 27,04 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 54,48 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.